Благодаря Богу, братья и сестры, приветствую всех вас, любовь нашего Иисуса Христа, мир вам! Я очень благодарен Богу, что Он позволил мне приехать снова к вам в гости, навестить вас, видеть ваши лица, видеть ваши улыбки, что Бог позволил каждому из нас прийти сюда, прославить живого Бога, вознеси Ему славу, вознеси Ему честь, потому что Он достоин. Первая проповедь была очень сильная, она почти та же самая была, что у меня на уме. Я тоже думал, Господь, что ты хочешь сказать сегодня к народу своему, и многое, что брат сказал, у меня было на сердце, на уме. Слава Богу, Дух Святой, что хочешь сегодня сказать каждому из нас. Он привел сюда нас, чтобы мы услышали эти слова, чтобы наша жизнь поменялась, чтобы наше сердце поменялось, чтобы наше мышление поменялось. И как это Иисус Христос сидел у колодца, ждал самарянку, и так и Он сегодня пришел сюда, на это место. Он ждал каждого из нас, когда мы придем, чтобы что-то сказать. Он знал, с чем ты придешь, Он знал, с чем эта самарянка придет, и Он знал, с чем ты сегодня придешь. Он знал твои переживания, Он знал твои боли, твои сомнения, твои преграды в жизни, борьбу, все Он знал. И Он ждал, когда ты придешь на это место, чтобы ты открыл сердце свое, чтобы открыл душу свою, чтобы Он дал тебе эту победу, дал тебе эту силу в жизни, дал тебе это подкрепление Духу твоему, чтобы ты не больше не спотыкался и не падал, но стоял твердо. Перед нашей молитвой я бы хотел напомнить одно место из Писания. Это будет 145-й Псалом. Буду восхвалять Господа, доколе жил, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, которым нет спасения. Выходит Дух Его, и Он возвращается в землю свою. В тот день исчезает все помышления Его. Блажен, кому помощник Бог и Акрубев, у кого надежда на Господа Бога и Его, сотворивший небо и землю, море и все, что в них вечно хранящее вечность, творящего суд обиженным, дающий хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отвержает очи слепых, Господь восставляет совбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает цироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой сион в рот в рот. Аллилуйя! Слава Богу за эти прекрасные слова, которые читай на этой странице в Библии. Это было написано Давидом давным-давно, но сегодня мы их читаем. Мы можем их представить в нашей жизни, чтобы блажен, кому помощник Бог. Блажен, кому поддержка в этой жизни Господь. Господь, смотря на эту жизнь, смотря как жизнь вокруг нас кипит, сколько много семей проблем, сколько много горя нам в этой земле. Но когда у человека, когда помощник Бог, он все помогает. Он помогает пройти эти испытания, он помогает пройти эти бури в жизни, он помогает пройти все, пронести до конца. Но если человек надеется на человека, если ищет защиты у кого-то другого по сторонам, Тогда очень тяжело, тогда очень тяжело этой семье, тогда очень тяжело этой душе, если нету помощника Господь. Живя в Портленде, трудясь в этой реабилитационном центре, смотря на жизнь верующих людей, которые молодые ребята приходят на программу, спрашиваясь, от чего это все началось, почему ты очутился в этой греховной яме, они говорят, что началось с простого очень, не слушался родителей, началось рассматривать этот мир, музыка неверующая, фильмы разные, неугодные места, выпивка может, сигарета, а потом зависимость на 2, на 3 года, на 5, на 10 лет, это страшная зависимость, наркомания, и она легко так не отпускает, только попробуй раз, только дай место делай раз, и уже потом нелегко выбраться, без Божьей помощи не выбираются, без Божьей помощи эти души погибают. Но когда они приходят к Богу, когда они уже ни с чем, уже все потеряно, когда на них уже сказали, он потерянный человек, нет ему спасения, нет упрощения, семья отвернулась, друзья отвернулись, закрывают двери перед ними, не пускают в дом, потому что заходят в дом, вытаскивают, и шел продать на эту дозу наркотика. Но когда приходят к Богу, когда открывают сердце Богу, когда ни с чем уже все, уже все потеряно, уже тело изувечено, нету этого вида человеческого, без зубов, ни лица, но когда такие, как есть, приходят к Богу, говорят, Господь, возьми мою жизнь, все, хватит, нахлебался этой воды, нахлебался этой мутной воды, хватит, возьми меня, Господь приходит, меняет, Господь приходит, дает новое сердце, дает новую жизнь, дает покаяние, но только искренние сердца Он дает. Но когда приходит человек, начинает вилять, что-то где-то за спиной что-то делает, таким людям нету свободы, они побыли 6 месяцев на программе, выходят, дальше падают, потому что не было искренного покаяния. И сегодня, друзья, мы живем здесь, сегодня мы, смотря на эту жизнь, ходим в собрания, приходим, да, может, мы не в зависимости на команде, может, у нас нету зависимости, как брат уже напомнил, есть другие зависимости, есть зависимости непрощения, есть зависимости злобы. И сегодня в жизни нашей мы приходим сюда, а как долго мы не смотрим на сестру, как долго мы не разговариваем с братом, не можем смотреть в глаза. А почему? А потому что нету прощения, нету любви. И таких Господь говорит, что ничто нечистое не войдет в город небесный. Неужели ради этого мы будем, мы променяем нашу вечность? Неужели ради того, чтобы смириться, чтобы подойти к сестре и сказать, «Брат, сестра, прости меня, я на тебя столько лет уже не имею мира в сердце, прости меня, не за это мне, чтобы не попасть туда, это огня, огняное, неужели из-за этого мы не подойдем к брату, скажем, брат, прости меня столько лет, я не мог простить, это в сердце была обида, неужели ради этого мы не подойдем к брату, не попросим прощения?» Братья, дорогие сестры, стоит подойти, стоит сказать, прости, обнять, поцеловать, сказать, пойдем вместе, пойдем вместе до этой цели небесной. Бо если мы это не сделаем, придет время, когда мы пристанем пред Богом, как брату во сне было, что из-за непрощения ты не войдешь в Иерусалим. Но придет время, когда мы пристанем пред Богом и скажем, «Господь, почему? Почему я не могу войти в этот город?» А Господь скажет, «Ты хорошо знаешь, что в твоем сердце сегодня. Я не знаю, брат, не знаю, пастор, не знаю, но знает тот, кто сегодня Духом Святым на этом месте. Он проходит и смотрит, стучит сердце твое. Он пришел сюда еще, когда нас не было. Он пришел и ждал тебя. И Он хочет дать тебе эту свободу от этой зависимости, непрощения, злобы. Может, я не знаю, что в твоем сердце, но Дух Святой второй раз говорит, что есть на этом месте эти души, которые не имеют прощения в сердцах. И сегодня Господь говорит, еще день благоприятный, день спасения, еще прийти к Нему, день спасения, еще отложить все, стороны эти грехи, все эти нехорошие вещи. Но чтоб только пришел Дух Святой и дал свободу. Еще дальше одно место, это Исаии. 27 стишок, 40 главы. Как же ты говоришь, Яков, и высказываешь, из рая путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляются юноши, ослабевают молодые люди и падают. А надеющие на Господа обновляться в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Это место уже было напомнено сегодня, но Господь еще хочет напомнить, что только Господи, что только Он даст эти крылья подняться этим миром, что только Он даст эту силу, что только Он даст эту силу пойти к брату, пойти к сестре и попросить прощения. Но только нам надо открыть сердце к Нему, только нам надо подойти к Нему и сказать, Господь, ты видишь, я не могу, ты видишь, я не могу подойти, только Он даст эту силу. Когда Господь говорит, тогда все твое тело, оно трещется. Когда Господь говорит сердцу твоему, тогда дух твой трепещет при Богом. Одна история пришла на мой разум. Когда один брат в Портландии там, он сейчас служитель, ездит по штатам, проповедует Слово Божие. Когда он был 10 или 20 лет назад, он служил в армии, он был этим убийцей, он ходил на эту войну, он ездил, все эти Чечни, все эти Уралы, все эти горы прошел он. Он был, как спецназ, я не знаю точно, это его прошлая жизнь, но он занимался этими вещами, убивал людей. А еще перед армией, когда он был в верующей семье, мама молилась, мама возносила молитвы за этого сына. Она день и ночь стояла в проломе, Господь помилуй, Господь останови, Господь верни в дом, не дай дьявола убить и погубить, и укрась. И она за него в проломе стояла. И когда один вечер, они собирались группой идти на какое-то там преступление. Он лежал на своем диване, ждал вечера темноты, только в темноте, сын и тьмы, они делают эти темные дела. Он ждал этого вечера и на кровати ждал. Открывается дверь, заходит старушка и наговорил, «Сын мой, любовью вечную я возлюбил тебя». Когда она начала говорить, он ее не знал, эту старушку, не знал, откуда она взялась. Она пришла, притянула руку и сказала, «Сын мой, любовью вечную я возлюбил тебя». А он в голове свекает, «Какой сын? Я же такой преступник, какой мужик сын?» Но велика любовь Божья к нам сегодня. Аллилуйя. И Господь сказал, «Если ты пойдешь на это преступление сегодня, ты умрешь смертью». Но если ты остановишься, если ты послушаешь голос мой, я поставлю тебя в воду, потока живой воды. И этой воды живой, они будут идти через себя к народу. Я точно не знаю, но я передаю то, что я помню. И он не пошел на это преступление. Он послушался этого пророка, голоса Божьего. Он сейчас уже 20 лет, как он ездит по Америке. Через него Господь сильное слово говорит. Через него сильное слово Господь к людям стучится. Он послушался этот голос. И сегодня этот голос звучит тебе, молодой брат, молодая сестра. Не знаю, сколько ты прожил, 30, 20 лет, начиная жизнь, молодой только 10-15 лет. Сегодня голос тебе звучит, остановись. Остановись на путях своих. Недалеко дойдешь этой долгой. Но недолго дьявол это будет давать. Заплатишь душой, душой своей. Заплатишь вечностью своей. И где будут тогда твои эти все дела, которые сегодня? Вечность это не 10 лет. Вечность это не 15, не 30, не 100. Это вечность. Но где твоя вечность будет сегодня? Остановись, молодые, молодые братья и сестры. Сегодня бы я хотел, чтобы каждый задумался. Может, ты смотришь этот мир одним глазом. Одна нога здесь, одна нога там. Еще милость Господня держит тебя. Еще милость Господня обновляется каждое утро. Но Господь говорит, что не вечно будет пренебрян к Духу Моему. Придет день, когда эта милость отнимется. Придет день, когда придет эта смерть постучится в жизнь твою. Сколько сегодня молодых людей уходит в этой жизни. Сколько погибает в авариях. Сколько погибает передозировки. И их нету. Жизнь ушла. Все закончилось. Куда? Все. Шансы больше потерян. Шанса больше нет. А где душа? Но сегодня мы живы. Я жив. Вы живы. Задумаемся на жизнь своей. Не будем терять, не будем разбрасывать то, что Господь дал сегодня. Не для этого создана была твоя душа. Не для этого была создана ты. Но для того, чтобы прославлять Бога. Чтобы жить для Него. Еще один стишок. 41 глава. Не бойся. 10 стишок. Исайя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя. Помогу тебе и поддержу тебя, десницей правды моей. Будешь в стыде и подстремлении останутся все раздраженные против тебя. Будут как ничто и погибнут, припирающихся с тобою. Будешь искать их и не найдешь. Враждующих против тебя, борющихся с тобою. Будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся. Я помогаю тебе. Может, мы сегодня не замечаем, что Господь помогает. Столько проблем, столько беды в семье, в жизни. Но Он говорит, что я тебя держу за правую руку. Я тебя поддерживаю и смотрю за жизнью твоей. Я не знаю, почему это в жизни твоей происходит сегодня. Но как Господь сказал, все, что все это ко благу нашему. Придет время, когда это солнце взойдет правды. Придет время, когда эти тучи разойдутся. Взойдет солнце над твоим домом. Придет мир и покой. Но тебе сегодня надо твердо стоять в вере. Тебе сегодня надо твердо стоять в молитве с верой. За семью, за детей. Потому что дьявол восстал в сильной ярости. Он ходит, как река в щелев. Ищи, чтобы украсть, убить и погубить. Еще одну историю маленькую, короткую напомню. Когда к молодой сестре подошли, сказали. Сестра, остановись. Сестра, покайся, приди к Богу. Она сказала, я молодая. Я еще хочу жить для себя. Я еще хочу повеселиться. И надсмеялась над этими словами. И только она отошла. Села в машину. Погода была спокойная. Не было ветра. Поднялся сильно ураган. Скрутил этой машиной. Поднял ее в очень большую высоту. И бросил на землю. И с этой машиной только была куча металлолома. Ее тело не нашли. Через два дня ее это тело нашли в другом месте, далеко. Она насмеялась над этим стуком. Она насмеялась над стуком небесного Бога. И ушла с этой жизни. И душа ее пошла в ад. Сегодня, друг мой дорогой, сегодня этот стук к тебе, к твоему сердцу. Ты в преклонных летах. Ты уже прожил, может, жизнь. Но что-то в сердце еще не пускает. Если ты не чувствуешь этого огня, если ты не чувствуешь этого огня Духа Святого в жизни твоей, сегодня день, который для тебя, чтобы ты пришел к Нему, чтобы ты, как уже было сказано, что с верой надо идти. Потому что Господь сказал, если приходить к Нему, надо веровать. Если надо веровать в то, что Его кровь сильная, сегодня дать свободу, дать поддержку, дать силу. Надо веровать в то, что Он здесь, на этом месте. Если мы без веры придем, ничто не получим. Какие пришли пустые, такие уйдем. Какие пришли без прощения, такие уйдем. Но надо прийти с верою. Надо прийти и склонить колени с верою. Я бы хотел, чтобы мы встали сегодня. Я бы хотел, чтобы мы подняли руки. Я бы хотел, чтобы мы возлали к Богу. Чтобы мы открыли сердце свое. За наших детей, за наши семьи, за наших родных и близких, за нашу церковь, за эту местность. Мы видим, как дьявол восстал на семьи. Мы видим, что вокруг происходит. Неужели мы просто будем стоять, опустить руки и смотреть, как мир. Мир этот губит молодых людей. А я бы хотел сказать, чтобы молодые души, или старшие, я не знаю, кто желает получить сегодня силу Духа Святого. Сегодня есть служителя. Сегодня есть служителя Божий, который будет молиться. Я бы попросил выйти наперед. Я не зову к себе. Я не зову к братьям, но я зову к Голгофе. Я зову к сегодня под ноженок святых, чтобы мы сегодня вышли и подняли руки. Чтобы мы сегодня возлали к Богу с верой. Чтобы мы получили эту свободу. Чтобы мы получили эту поддержку в жизни нашей. Не отвергай этот стук. Не отвергай этот стук в сердце твое. Молодые люди, братья и сестры, выходите наперед. Братья будут за вас молиться. Мы вместе будем молиться за то, чтобы Господь вас укрепил. Чтобы Господь вам дал силы перебороть этот грех, который вы боретесь сегодня с жизнью. Чтобы Он вам дал силу стоять твердо. Чтобы Он дал вам силу победить это искушение в жизни своей. Сегодня молодые люди погибают этой наркоманией. Сегодня молодые люди погибают в разных фильмах, в разных сайтах, неугодных Богу. Они смотрят туда, и дьявол имеет место в жизни их. Они дают доступ дьяволу, и жизнь вся ломается. Жизнь вся проходит беспечно. Но сегодня я захотел бы, чтобы мы подняли руки к Богу. Чтобы мы вешли сюда, молодые братья. Не стойте беспечно. Не пропустите этот стук небесный. Не пропустите этот зов. Потому что ты не знаешь, что случится завтра. Эта молодая сестра, она думала, я проживу еще много лет. Я проживу и буду делать свои дела. Я буду ездить на работу, на машину, все будет. Но когда она отошла, села в эту машину, этот ветер поднял ее, и уже жизнь закончилась. Но сегодня мы живы. Сегодня солнце прекрасно изошло спасение. Сегодня дает Бог возможность, чтобы мы приходили к Нему с верою. Чтобы мы приходили к Нему с надеждой и с верой, что Он даст силу. Чтобы Он даст поддержку и даст силу пробедить этот грех. Не к себе я зову. Не к братьям назовю Голгофи. А мы молимся в сердце. Братья и сестры молимся, потому что борьба идет духовная. Это не есть шутка. Сегодня дьявол восстал, чтобы убить это поколение Майдес. Эрмена Элбидес, Карабалау Дублару Джизес. Эрмена Гитара Бадарэм, Эрегитола Бадарэм.